Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф В республике на 18 учеников, один компьютер. Несмотря на это, Башкирия в этом году стала одним из лидеров в кавычках по нарушениям в ходе проведения экзаменов. Зафиксировали 30 случаев выхода в интернет в ходе ЕГЭ. Из этого можно сделать вывод, что нашим учителям под силу научить детей компьютерной грамотности, даже без самих компьютеров. На что еще способны наши учителя и какие задачи перед ними поставят на будущий год, обсудили сегодня в городской филармонии. В ходе конференции педагоги обмениваются опытом, делятся проектами образовательных программ и инновациями. Многие из разработок нефтекамских учителей можно было увидеть на выставке в файе филармонии. Гостями конференции традиционно стали глава администрации и представители из Уфы. В этом году нефтекамск посетил председатель контрольно-счетной палаты. Представляю молодежный инновационно-технологический центр, который будет заниматься помогать, проводить контроль качества различных продуктов. Семьи Юсмагину пришлось нелегко. Ему, студенту первого курса УГАТУ, нужно было объяснить почетным гостям в двух словах то, чем будет заниматься в будущем целая группа студентов. Молодежный инновационно-технологический центр, созданный при УГАТУ. Планов, говорит студент, много. Я представляю молодежный инновационно-технологический центр, который открылся совсем недавно. Пока мы не начали работу, начнем работу с учебного года. Ну, сначала. Мы будем заниматься контролем качества воды и улучшением качества сварки швов определенных видов труб. Мы будем помогать предприятиям производить контроль качества, а сами мы, студенты, будем учиться. Ну и в дальнейшем это поможет. По традиции, в рамках августовского священия чествовали заслуженных педагогов. Ваша сильная жизненная позиция смотрит на образцов и премьерах. Спасибо вам большое. Открыл конференцию глава города, сказав, что бесплатное образование дается городу недешево. Именно на него тратится львиная часть городского бюджета. Но это вклад в будущее. И инвестиции эти нельзя оценивать с точки зрения выгоды. Национальная образовательная инициатива нашей новой школы предполагает изменения школьной инфраструктуры без рисков для здоровья в процессе обучения, чтобы обстановка была максимально комфортной, с оборудованными пунктами, столовыми, спортзалами, медиа-центрами, лабораториями. Необходимо также обеспечить возможность реализации инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание этих условий является приоритетом направления деятельности нашей администрации. В сентябре вырастет заработная плата учителей. И в будущем ее обещают довести до показателей средней заработной платы по региону. От учителей же, в свою очередь, требуется пересмотреть свои подходы к обучению. В современном мире старые методы уже не работают. Уровень знаний заметно падает. Это стало очевидным, когда огласили результаты проверки знаний нефтекамских школьников. Лицея и гимназия, как всегда, остаются лидерами. Впрочем, тройка школ аутсайдеров тоже не сильно изменилась. Самый низкий балл в школе номер 4 – 39,7. По истории – 49,9. Самый низкий балл в школе – 5, 33,3. По обществу знаний – 54,7. Самый низкий балл в школе – 4, 40,6. Как видим, слабая подготовка ведется по предметам истории, общества знания, биологии. Почему такое происходит? Вероятно, учителя не готовы ни к изменению подходов к оценке образовательных результатов учащихся, ни к практике ориентированной направленности образовательного процесса. Августовское совещание – не только время указать на ошибки, но и наградить достойных. Одна из 58 педагогов, кого ждет сегодня почетная грамота – Флорида Гумирова, учитель гимназии. Ее успехи, говорит педагог, – это работа целого коллектива. И, конечно, детей. Работаю я с 6 по 11 класс. Стараемся применять инновационные технологии, технологии развивающего обучения, в первую очередь. Я работаю 19 лет уже в гимназии. Дети меняются. Конечно, дети становятся любопытными. Они были всегда такие, но еще интереснее становится в том плане, что им все нужно знать. Они более организованные дети, дети творчески мыслящие. И, естественно, вы должны учителя как бы их вести и помогать в этом. На совещании собрались больше 500 педагогов всех учебных заведений города. И это совещание – начало учебного года. Дорогие коллеги, закончилось долгое лето разлуки с нашими учебными заведениями. Очень много сделано за этот период подготовки в школу. На сегодняшнем августовском совещании будут подведены итоги прошлогоднего нашего с вами успешного труда. Действительно, городская система образования на подъеме. И будут даны приоритетные задачи на наступающий учебный год. Но самое главное, конечно, для нас – это нести знания обучающимся. Лилия Гарифульна, Ренат Юмакаев. Время новостей.